МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите телевизионный проект «Большие города». Наша команда колесит по городам и весям Казахстана с одной целью – показать вам нашу удивительную страну во всем ее многообразии. Тысячи дорог ведут в разные населенные пункты, богатые историей, наследием, культурой, промышленным потенциалом, а главное – людьми, которые каждый день вносят свой вклад в развитие нашей Родины. Приглашаем и вас в увлекательное путешествие по городам, которые, вне зависимости от размерного признака, большие. Есть такая профессия – родину защищать, говорил герой одного фильма. Об этих людях слагают легенды. Их отвага и мужество восхищает, им посвящают лучшие фильмы и песни, а каждый мальчишка с детства мечтает вырасти и стать таким же, как они. Так кто же они, наши сегодняшние герои? Смотрим вместе. Они охраняют воздушное пространство нашей страны. Они смелые, немногословные, стремящиеся побыстрее подняться в небо для выполнения поставленных задач. Сегодня профессия военного летчика – это не только романтика, но и сложный ежедневный труд. Давайте познакомимся с нашими героями поближе и узнаем немного больше об их труде. Большие города в поисках 100 новых лиц Казахстана. В этом году, 18 августа, личный состав Сил воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан отмечает свой профессиональный праздник – 19 лет со дня своего основания. Накануне этого мероприятия наша съемочная группа побывала в летной части под Астаной, где познакомилась с их деятельностью. И узнали, что в состав Сил воздушной обороны входят военно-воздушные силы, войска противовоздушной обороны и органы управления воздушным движением. Военно-воздушные силы имеют на вооружении самолеты и вертолеты, состоящие из фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации. Это истребители-перехватчики МиГ-31, многоцелевые истребители МиГ-29, Су-25, Су-27, Су-30СМ, военно-транспортные самолеты С-295, военно-транспортные вертолеты, Ми-8, Ми-17, Ми-171Ш, Ми-26, вертолеты Еврокоптер ЕС-145 и Хьюи-2. Их будни наполнены напряженной боевой учебой, полетами авиации и учебными стрельбами войск противовоздушной обороны, выполнением поставленных боевых задач, поднесением дежурства в целях охраны воздушных границ нашего государства. Нам посчастливилось познакомиться с командиром авиационной базы города Астаны полковником Каримовым Моралом Рызбаевичем. Его рабочий день начинается в 7 утра с объезда и осмотра территории и части. После чего полковник принимает доклад от дежурного об отсутствии происшествий, о погодных условиях и обведенных директивах от командования. Фактическая погода 4 балла среднего яруса, температура плюс 23, ветер 300 градусов, 2 метра в секунду. Погода на сегодня простые метеусловия. Ветер северо-восточный, 4,7 метра в секунду. Ожидаемая температура на день сегодня плюс 25-28 градусов. Далее командир части на общем построении доводит до летного состава распорядок дня согласно плану боевой подготовки, а именно обсуждение учебно-тренировочных полетов, подготовка молодого летного состава, работа навигационной техники и выполнение регламента технического обслуживания наземных средств обеспечения. Подготовка летного состава – это процесс непрерывный и многогранный, требующий больших физических затрат. Помимо этого, военный летчик должен сформироваться как офицер, командир, способный грамотно руководить вверенным ему подразделением. В процессе летной подготовки он должен научиться не только взлету и посадке, но также сформироваться как воздушный боец. И всему этому помогает психолог войсковой части. Морально-психологическая подготовка летного состава предусматривает формирование профессиональных качеств, которые необходимы каждому летчику-штурману. Эти качества необходимы летному составу для эффективного выполнения боевой деятельности, используя специфическое оружие – самолет. Это очень сложно, поэтому они должны обладать высокими профессиональными качествами. И по результату психологического обследования летный состав наш обладает высокими профессиональными качествами, всеобщей искренней заинтересованности в успехе общего дела, а самое главное – они обладают высокими качествами, которые необходимы для обеспечения безопасности полетов. У полковника Каримова также сегодня намечен вылет, и для врачей он не является исключением, так как должен показательно соответствовать всем требованиям предполетной подготовки, ввиду того, что является примером для своих подчиненных. Сегодня Морал Рызбаевич вылетает на военно-транспортном самолете Ан-26, который предназначен для перевозки воинских грузов, боевой техники, личного состава, раненых и больных, а также для выполнения специальных заданий и учебно-тренировочных полетов для подготовки летного состава. А у вас сегодня какая цель? Учебного полета? Так точно. У нас сегодня, значит, по плану боевой подготовки, графика распределения летных смен у нас так положено, учебно-тренировочные полеты в районе аэродрома, где, согласно плановой таблице, молодые летчики продвигаются по программе. То есть у каждого здесь, их будет сегодня летать трое, три летчика молодые, у каждого есть программа продвижения, и согласно документам будем сегодня отрабатывать. Летает он в последнее время часто, и это, в принципе, нам, конечно, хорошо для летного состава. Летчик, чтобы повысил свою квалификацию, свое мастерство, он должен постоянно практически летать. Как правило, любая авиационная техника готовится за три часа до вылета. Это заправка и перепроверка всех узлов и агрегатов, а также оборудование электронных систем до того состояния, пока инженерно-технический состав не убедится в том, что он добросовестно выполнил свой воинский долг. Работа пилотов не является самостоятельной. Это всегда работа в тандеме с диспетчерами на земле, главной функцией которых является обеспечение безопасного движения самолетов, вертолетов и других воздушных судов. Для успешного выполнения этой функции диспетчерский пункт использует знания воздушной навигации, авиационной метеорологии, а также строго установленные правила и инструкции, регламентирующие детальным образом все аспекты авиадиспетчера. Для меня, как для военного человека, для командира, то моя работа – это постоянно поддерживать боеготовность счастья со всем своим веренным и личным составом, которым заключается, наверное, безопасность нашего государства, ее досъезжение, ее дальнейшее процветание. Я думаю, мы на сегодняшний день вкладываем военно-воздушные силы, в частности, вообще вооруженные силы, большой вклад в дальнейшем развитии ради будущего нашего государства. Но самое главное для Марала Рызбаевича, как и для любого командира… Моя задача для всего летного состава моего – это подготовить наш молодой летный состав, поставить их на крыло, чтобы они достойно служили, в своей родине, с любовью, были преданными. Я считаю, это задача каждого командира. Ну и, конечно же, в завершении нашей встречи мы не могли упустить возможность полетать на одной из самой современной моделей техники казахстанской авиации. Это Еврокоптер Е-145, созданный франко-германским концерном. С 2011 года отечественная компания «Казахстан Инжиниринг» запустила завод по производству вот таких вот красавцев, которые сегодня выполняют работы по поисково-спасательным операциям, санитарным работам. Обучают на них же, а также вылетают на разведку в случаях пожара, затопления и других чрезвычайных ситуаций. Быть в постоянной боевой готовности – главная характеристика этой профессии. Они стоят на страже границ нашего суверенного государства. Они участвуют в миротворческих операциях. Они спасают гражданских людей и оказывают гуманитарную помощь. Сегодня мы вам рассказали о героях, которые каждый день поразят небо для того, чтобы обеспечить нам всем покой. Пожелаем же им чистого неба над головой, а нашему государству мира и добра. Это была программа «Большие города». Увидимся с вами через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok